Как специалист в области ПВО могу отметить, что наблюдается изменение состава сил и средств, назначаемых в эшелонах массивных ракетных ударов. В первом эшелоне на сегодняшний момент используется до 80% беспилотной летации на авиации в сочетании с 20% ложных целей. Это делается в первую очередь для того, чтобы перегрузить систему ПВО противника. Во втором эшелоне после вскрытия позиций радиотехнических средств, позиций зенитно-ракетных войск, проводится пуск противоразвокационных ракет, а также в сочетании с пилотными летательными аппаратами. Дальше происходит прорыв системы ПВО и завоевание господства в воздухе. Особое внимание нашим военно-политическим руководствам страны уделяется именно созданию системы противовоздушной обороны. Вы сами можете отметить, сколько новых средств и ракетных вооружений было поставлено в войска за последние буквально два года.